Какой должна быть женщина, чтобы мужчина хотел заботиться о ней? Всем своим видом вы должны транслировать, что вы беспомощная, даже если это не так. Потому что я не знаю, как этот закон работает, что когда женщина, я всё сама, всё сделаю, к ней притягиваются мальчики, которым нужно помогать, которых нужно спасать. И наоборот, когда девочка такая беспомощная, да, у меня лапки, то находится тот принц, который будет ей постоянно помогать, поддерживать, делать всё для неё. То есть, вы понимаете, просто пазлик не сойдёт, если вы с лапками, и мальчик вам с лапками придёт, ну вы просто не выживете вместе. Поэтому умная девушка, она умеет всё сама, но она этого не показывает. И когда на горизонте появляется мужчина, то резко все её умения отключаются, и она вообще беспомощная, ничего сделать не может. Ясно всё. Привет, ребята, всем здорово, Саныч, на связи. Заметьте, ребята, вот вы видели когда-нибудь мужские паблики, точнее женские паблики, сори, как познакомиться с мужчине, как понравиться мужчине, там и так далее. Да, вот такие вот, типа там, как завоевать мужчину, типа, да, как нравится мужчине. Не, ребят, как развести его на подарки, на деньги, чтобы он платил, решал проблему, брал ответственность, возил на курорт и покупал телефоны, подарки, водил в ресторан и восхищался вами и так далее. Ребят, вот попомните мои слова, ребята, вот, просто обратите внимание, мужчина в наше время, это не человек для женщины, это средство расчета, это валюта женская, понятие, то есть, как бы там, чтобы покупал, решал проблемы, обеспечивал, там, финансовые потребности покрывал, там и так далее. Это у мужчин паблики есть такие, типа, как завоевать женщину, как ей понравиться, как нравится женщине, как сделать, чтобы она тебя захотела, там и так далее. Им на это все плевать. У них максимально развита индустрия, как мужчину обналичить. Если я, ребята, не прав, поправьте меня в комментариях.